Не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому видео, а мы начинаем! Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Мотивация на уборку Лерочка Вин. Меня зовут Валерия и сегодня у нас расхламление. Давно я на своем канале не расхламлялась. Поначалу, когда я запустила канал, я думала, что я буду каждые две недели или раз в неделю снимать расхламление. Но в период самоизоляции как-то накопилось много дел и больше я стала снимать мотивацию, чем расхламление. И вот дошли мои руки до расхламления квартиры. И я хочу попытаться сохранить вот эту тенденцию, что я буду расхламляться хотя бы раз в две недели для того, чтобы подчистить немножко дом. Все равно это с какой-то периодичностью нужно делать и немножко пересмотреть свое мировоззрение на вещи. Марафоны пока я никакие запускать не хочу, потому что у меня нет прям четкой позиции и понятия про расхламление. Я эту тему не изучала, но у меня есть немножко как бы свое видение и понимание, что такое расхламление. Для многих расхламление это прям вообще, знаете, зачистить весь дом до минимализма. Хотя минимализм и расхламление это, конечно, разные понятия. Но для меня расхламление это вот если даже у меня накопилась топка бумаг, с которой там все списаны, но они уже не нужны. Это тоже для меня расхламление. Если это сломанный карандаш, это тоже для меня расхламление, потому что это лежало в моей квартире, на моей полке и занимало какое-то место. Сегодня у нас будет обзор моего расхламления на сегодняшний день. Сегодня в течение дня, пока мы с девчонками, с моими дочками играли, я периодически ходила и прибиралась. Прибиралась я в двух зонах. По большей части я, конечно, прибиралась на кухонной зоне. Кухонная зона у меня идет, это сама кухня, гарнитур и буфет. В буфете у меня стоит посуда, какие-то инвентарь, допустим, там вилки, ложки запасные. На случай какого-то дня рождения или банкета вдруг такое будет. И посуда, и какие-то еще второстепенные вещи тоже относятся либо к отдыху, либо еще к чему-либо. В общем, это вот именно такая зона. И еще есть у меня зона, это стеллаж на шкафу. Я, к сожалению, сегодня не смогла снять, как я на нем прибиралась, но могу вас уверить, что он стоит, на нем задействована только одна полка. Там стоят книги, остальные полки все пустые. Хотя на нем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 полок и одна полка задействована под книги. И все. Ее я расхламила, но расхламила в каком плане? В том плане, что я нашла часть вещей другое место. Это именно то, которое я хотела бы сейчас, на данный момент, чтобы они там находились. И часть вещей, конечно, я расхламила. Давайте перейдем уже к расхламлению. Кому интересно, оставайтесь со мной и посмотрите, от чего я избавляюсь. Ну что, начнем с того, что я начала сначала разбирать кухню. Я просто открывала шкаф и думала, так, этим я пользуюсь, этим я давно не пользовалась, так, значит, это уже не нужно. Начну с посуды. Вот такая вот чашечка. У меня их было две. Это маленькая и была еще побольше. Когда-то давным-давно, когда только открывались фикс-прайсы в Екатеринбурге, я ездила в соседний район для того, чтобы походить по фикс-прайсу. Он был такой маленький, там было мало товара, но в то время я закупалась на приличную сумму. И с того времени уже прошло лет, наверное, семь. Потому что Дашка у меня еще была совсем малютка. И вот этой тарелке, грубо говоря, семь лет, а эта пластмасса, она уже непригодного вида. Так что я думаю, что от нее можно избавиться. Также у Сережи очень много контейнеров для работы, для того, чтобы складывать куши. Сережа это мой муж, кто еще не знаком. Вот у меня есть муж, его зовут Сергей. Вот такие вот маленькие контейнеры, они неудобные, они не закрываются. Когда-то я в них хранила заморозку зелени в морозилке, но потом поняла, что это не совсем удачный вариант. Мне проще хранить в мешочках, специально для заморозки. И у них крышки не плотно закрываются, поэтому даже соус какой-то, если муж будет брать на работу, то он все равно откроется и прольется. У него есть хорошая, плотная такая баночка маленькая. Так что я думаю, эти нам уже не пригодятся. Тоже будем избавляться. Также буду избавляться вот от такого венчика пластмассового. Я его покупала, потому что до этого у меня не было блендера. Но мне муж подарил блендер, там есть насадка, именно вот такой венчик. Мне очень нравится им работать. И этот уже, я так понимаю, что я им пользоваться не буду, и он в последнее время висит без дела. Так что он тоже уходит на расхламление. Далее перейдем в то, что я залезла в буфет. В буфете, конечно, у меня стоит много посуды. Это и горшочки для запекания, и утятницы для запекания, и сервиз, ну не сервиз, а красивые блюда для подачи на стол нарезки. Это все красиво мною покупалось. Вот этот стакан Сереже дарили на праздник какой-то девчонки, кто на 23 февраля, на железной дороге именно с их сменой. Но этот стакан, он стоит просто так, никому не нужный. Я тоже решила от него избавиться, потому что он просто занимает место у меня в буфете. Я ни разу из него ничего не пила. И Сереже тоже. И Сереже тоже. Так что вот, тоже я думаю, что можно избавиться. Кому-то, возможно, пригодится. Для меня избавление от вещей, это не значит, что я сейчас то, что я покажу, я вынесу на мусорку. Я могу это отдать бесплатно даром, выставить на юбиле, отправить куда-то в группу, где бесплатно все можно отдать. Люди с радостью заберут, если это в хорошем состоянии. Так что я сейчас то, что я покажу, большую часть, даже не большую, а почти всю, я отдам бесплатно просто людям. Потому что мне это уже не нужно. Далее. Во всех семьях, мне кажется, у меня это пошло из моей семьи. У меня у мамы много хрустальных сервизов. Там и стопочки, и блюдца, и тарелочки, и бокалы различные. И когда я начала обживать свой дом, я, конечно, понимала, что какие-то торжества есть. Я вот человек не пьющий, а муж, конечно, он празднует, да, допустим, может где-то выпить. И получается, что у нас есть и бокалы, и бокалы для пива, и для шампанского, и для вина, и всего остального. И также есть стопки. Я оставила 6 стопок, а вот этот набор, его мне в свое время подарила, как сказать, отдала на пользование. Второй снохи, получается, бабушка. И я, скорее всего, ей передам обратно его, скажу спасибо за пользование. Но за все время его пребывания у нас в семье, а я тогда еще была беременна, получается, старшей дочкой, а старшей дочке 7 лет, мы ни разу из этих рюмочек не попили. Так сказать, да, это и хорошо, с одной стороны, да, а с другой стороны, как бы, ну, они не востребованы. Я оставила 6 красивых рюмочек, а вот эти я отдам обратно. Также, когда-то давным-давно, в качестве подарка на 23 февраля, по-моему, или на День влюбленных, я Сереже дарила вот такой стакан пивной. Так как он крепче пива, так сказать, ничего не пьет, да, то я ему подарила пивной стакан. Здесь написано, ты супер. Это было очень давно, я не знаю, в каком году, но этот стакан, понимаете, практически ни разу не использовался, может, пару раз от силы. Сережа, если он пьет, он пьет из простого стеклянного стакана. А этот стакан, он просто у нас стоял в буфете, и здесь стояли у меня соломинки для соков, для коктейлей, и вот такая подставочка была, и я решила, что раз Серега не пользуется им, что я могу его кому-то отдать бесплатно, возможно, кому-то он будет нужен. Как говорится, дареное не передаривают, или дареному коню в зубы не смотрят, но так получилось, что вторая сноха, да, моей свекрови, она как-то смотрела мой влог, кому интересно, у меня есть влоговый канал, и ссылочка будет в описании. Она услышала во влоге, что мне нужна соломка под соль, и она меня неправильно поняла, мне нужна была большая соломка, большая банка для того, чтобы туда насыпать соль и оттуда уже солить суп. И на Новый год она мне подарила вот такую маленькую солоночку, я улыбнулась, когда открыла подарок, и сказала, что она неправильно меня поняла, но я подарок приняла, но я думаю, что я ей подарю, возможно, ей будет нужен эта соломка, но мне она не нужна, потому что у нас стоит набором перец, соль, красивые стеклянные баночки такие, да, и я их менять не собираюсь. Мне не очень нравится, а эта вещица у меня лежит просто с Нового года, которая, к сожалению, безвостребована. Так что я думаю, она не обидится, если я ей просто ее отдам. Также когда-то в каких-то расхламлениях я расхламляла самолетную ложку, и вот дошло время уже расхламить самолетную вилку. Одно время Дашенька ела вот такой вот вилочкой, а потом сейчас она уже стала, конечно, взрослой вилкой кушать, и в принципе ей удобно. А вот эта вот маленькая вилочка уже как бы никому не нужна. Ксюше я купила хороший наборчик, ложечку-вилочку, и там хорошая вилка, а вот эту вилочку я решила расхламить. Также недавно мы заказывали шашлыки на дом, и знаете, есть вот такие баночки под соус. Я не знаю, у меня почему-то на них мания. У меня раньше была мания на вот эти вот все одноразовые контейнеры. Я их складывала и думала, что они мне нужны будут. И тут, вот понимаете, я много-много раз боролась с тем, что я выкидывала эти все баночки. Сколько мы роллов заказывали, да, вот в таких баночках там соевый соус приходит, бывает. И я всегда выкидывала, говорила, мне не надо. А тут последний раз, когда мы заказали, я не смогла удержаться и просто их сохранила. И поняла сейчас, что в принципе они нам не нужны. Зачем я их сохранила? Вот я не знаю, у меня какая-то мания вот на такие баночки. В принципе, они удобные. Они удобные, они закрываются, закрепляются. Но для чего их использовать, я даже не знаю. Так что я их расхламлю. Возможно, Насте они куда-то понадобятся или еще что-нибудь. Спрошу у нее. Настя это вторая сноха свекрови. И, возможно, ей я его, возможно, просто выкину. Также опять речь пойдет о Насте. Насте я хочу предложить вот такой вот набор. У них как раз зеленого, оливкового такого цвета кухня. И мне когда-то давным-давно дарили вот такую вот салонку. И не знаю, на какой праздник. Сережины родственники. И так как у нас хорошие, нормальные салонки, которые я менять в принципе не собираюсь, они мне очень нравятся. Во-первых, нравится тем, что надо сверху открутить крышку, засыпать все, что нужно и закрыть. А здесь, получается, здесь это надо делать снизу. И здесь прорези очень маленькие. Понимаете, какой это наборчик. Я его сейчас открывать не буду, шуршать. И он стоит просто неоткрытый. Я хочу предложить его Насте. Вдруг ей под именно ее кухню понадобится такой наборчик. Я буду рада, если она его возьмет. Также давным-давно, когда я ездила в фикс прайс в соседний район, я купила вот такие вот тарелочки для того, чтобы выкладывать какую-то нарезку на праздниках. Но я сейчас ими не пользуюсь, в принципе, потому что у меня другая посуда, да, стеклянная, прозрачная. И вот эти вот тарелочки, они в принципе мне уже как бы не нужны. Я поняла, что они уже изжили себя. Они в идеальном состоянии. Никаких сколов, никаких порезов. Рисунок идеально сохранен. Он, возможно, кому-то пригодится. Или даже если я Насте предложу, возможно, она заберет. Так что у меня вот такие вот две тарелочки хорошенькие. Я их предложу кому-нибудь. Возможно, они им понадобятся. Но я ими уже не пользуюсь. И знаете, я вот поняла, что когда ты просто расхламляешься, да, ты, возможно, сидишь там, спрашиваешь себя, нужна тебе эта вещь или нет. А здесь я дважды утверждаю, что это мне вещь не нужна. Потому что когда я расхламляюсь без ролика, да, без видео, я сначала думаю, так, нужна мне эта вещь или нет. Когда я в последний раз ей пользуюсь, вообще, что я чувствую к этой вещи. Радость, там, горесть или какие-то хорошие воспоминания. Или у меня привязка к этой вещи просто эмоциональная. И потом, когда я вот снимаю ролик, я второй раз проговариваю, почему я избавляюсь от этой вещи, и убеждаюсь точно, что да, эта вещь мне не нужна. Я, так сказать, оправдываю себя, почему я избавляюсь от этих вещей, и мне становится легче. Так что если вам, возможно, сложно избавиться от каких-то вещей, проговаривайте, почему вы избавляетесь от этих вещей, да, что вы испытываете к этой вещи. И вот именно об этом пойдет сейчас речь. Буквально сейчас, наверное, буду уже миксовать, потому что у меня здесь уже вперемешку лежит. Вот такое вот сердце. Когда-то давным-давно я дарила Сереже, когда еще училась в школе, а он уже жил в Екатеринбурге, учился в институте, на День влюбленных. И я понимаю, что это моя эмоциональная какая-то привязка к тому, что, во-первых, раньше мы всегда копили какие-то вот такие сувенирчики, у нас на полочках стояло, а сейчас это, в принципе, уже не нужно, это пылесборники. И эмоционально вот эта фигурка, вот у меня это просто вот стоит, и все. Я хожу мимо, я ничего не отображаю. Возможно, да, это воспоминания о том, что когда-то я ему дарила. У Сережи, мне кажется, уже никаких воспоминаний, но он даже не вспомнит, что и кто это дарил. Так что я думаю, что я от таких вещей тоже постепенно буду избавляться, как бы тяжело это не было. Но я увидела один ролик и сказали, что если у вас есть какая-то эмоциональная привязка к вещи, сфотографируйте ее, от самой вещи избавьтесь, чтобы когда вы смотрите фотографию, у вас просто в памяти всплывали какие-то моменты хорошие, положительные с этой вещью. А самой вещи, как таковой, она места занимать не будет, потому что это, грубо говоря, пылесборник. И вот я именно так, наверное, и поступлю. Но здесь вот я запечатлю его на ролике, да, и, возможно, когда-то буду пересматривать, и потом скажу, ой, да, я такую вещичку дарила мужу. Как-то вот так. Далее, пока я была в ванной, я вспомнила про мицеллярную воду, вот такую вот от Фаберлик. Она мне не подошла, она мне не понравилась, она не убирает вообще практически никак макияж, по крайней мере, у меня. Мне не понравилась, потому что у меня раздражает глаза. От Гарниер я пользуюсь мицелляркой, она мне нравится, а вот эта вот, она как-то вот, ну, не зашла мне. Так что тоже избавляюсь здесь, она не закончилась, ее меньше половины, но стоит без дела. Тоже избавляемся. Когда-то давным-давно я покупала себе вот такую вот визитницу. я думала, что у меня будут там лежать карточки, я ее возьму, и там в любом магазине я смогу дать скидочную карту. И как правило, понимаете, я никогда не брала с собой эту визитницу, и как правило, я всегда забываю скидочные карты, если я иду в магазин. И вот это вот, я не знаю, как это работает, но я поняла, что эта визитница, во-первых, Ксюха ее уже разорвала, и здесь у некоторых крепления, вот эти вот, прошивка, она разорвана, что карточки оттуда будут выпадать. И я поняла, что она уже, как бы, мне не нужна, она здесь уже даже и покоцанная, так что я от нее избавлюсь, и мне, наверное, станет от этого легче. Также, когда я перебирала карточки, то избавляюсь вот от двух карточек, одна у меня банковская, я ее сломаю-разломаю, а другая от монетки, но мы в монетку не ходим уже очень давно, этой карточке очень много лет, и мне кажется, она уже просто недействительна, мне кажется, она уже даже размагнитилась. Так что, вот, две карточки на расхламление. Когда я только переехала в Екатеринбург, начала обживаться, часть вещей увозила от родителей, часть вещей мы покупали, и в свое время мне Сережа подарил фен. Но и до этого у меня был фен вот такой. Вот такой советский фен, это фен моей мамы, если я не ошибаюсь, здесь даже написано, возможно, год или цена. Цена 37 рублей. Да, 37 рублей, вот такой советский фен, он идеально работает, без каких-либо нареканий, на нем было много насадок, но я все выбросила уже давным-давно, и от этого фена осталась только вот такая вот одна насадка. Вот он вот так надевается, и сушишь волосы. Возможно, кому-то пригодится, да, у кого нет фена, бесплатно отдам фен вот такой вот. Он работает в трех режимах, или в двух. В двух режимах, извиняюсь. Так что кому-то достанется советский рабочий фен. Далее, тоже касательно подарков, когда-то Настя давным-давно дарили нам вот такую вот домовенка, домовой славуся. Но я понимаю, что это было очень давно. Это было капец как давно, я извиняюсь за выражение. И этот дедок у нас просто, он, во-первых, не стоит, он постоянно падает. Я его держала всегда под наклоном, и он просто, понимаете, где бы я его ни ставила, я всегда, мне не нравилось, что он стоит, я его постоянно переставляла. Потом я его запихала вообще в буфет, просто прям по самому голову у него была полка, и он там держался. Но я понимаю, что он не несет для меня никакого смысла в принципе. Я не верю в домовых, да, там еще во что-то такого плана. Поэтому я думаю, что если я избавлюсь от дамы или кому-то подарю вот эту вещь, то для меня станет это облегчением, потому что этот домовенок у меня вызывал то, что я не знала, куда его приносить. И я не хочу сказать, что это неудачный подарок, просто, ну, не к дому, не к нашему дому. Он очень много лет простоял, и всегда, когда я на него натыкалась, мне казалось, что он, то он постоянно падает. Я помню, он меня напугал, когда он упал. Кота напугал. В общем, будем избавляться. Далее пройдемся еще по старинным вещам. Есть у нас вот такой вот раритет микроскоп. Старый-старый тоже Сережа. В детстве дарил его брат. Не родной, по-моему, двоюродный получается брат. И они в детстве играли в него, потом родители его нашли где-то в укромных местах, когда прибирались. Игрушки из детства. И вот такой микроскоп нашли. Сережа его забрал себе. Или я ли взяла его себе. Мы с Дашей какое-то время играли. Теперь он просто стоит на полке. И я понимаю, что, в принципе, в этом микроскопе часть вещей уже сломана. И мы им не пользуемся. И, в принципе, да, что-то изучать или смотреть на нем невозможно. Даже я помню, в школе мы рассматривали шелуху луковицы. Я дома провела такой эксперимент. Такого результата, который был в школе, я не увидела такого многократного увеличения. Здесь увеличение на 60. А там, возможно, было на большее увеличение. По этой причине, я думаю, что, возможно, кому-то, как какой-то раритет, ценителю старых вещей, он понадобится. Тоже выставлю на юлу или в группу ВКонтакте где-то скину. Кому-то отдам бесплатно. Также такая мелочевочка. Это вот такой вот чехольчик. Он у меня лежал в украшениях. Но я ему уже давно не пользуюсь. Он мне пригоден. Так что я тоже от него избавляюсь. Также есть у меня вот такая вот корзинка. Когда-то давным-давно на нашу свадьбу Настя, вторая сноха, дарила нам шикарный букет из конфет. Здесь стоял муж и жена, такие жених и невеста. Было очень красиво. Потом со временем букет уже разобрали и осталась вот такая корзинка. Поначалу я думала, что эту корзинку я буду куда-то использовать под конфетки, под еще что-то. Но потом поняла, что она у меня просто стоит. Я ее не использую. Думаю, предложить Насте. Возможно, ей пригодится. Потому что она занимается оформлением, творчеством. Я думаю, что, возможно, ей нужна будет такая корзинка. Ну и самая последняя вещь. Это вот такие вот тапочки. У меня мама своими руками вяжет в принципе всю жизнь. И она всегда вяжет дома, носить вот такие тапочки. Все бы ничего, но пяточки протерлись. И, как бы, знаете, делать какие-то заплатки я уже не вижу смысла. Потому что я могу попросить маму, и она мне свяжет новые. Тем более, она меня вяжет постоянно, обновляет себе, папе. Даши вязала очень много. От маленького размера до большого уже. У нас целая коллекция. И вот пяточки истрепались. Так что тоже избавляюсь. Ну что, вот такое вот расхламление у меня получилось. Я надеюсь, что я вас смотивировала пройтись по дому и расхламить свою квартиру, либо какую-то отдельную зону. И, возможно, когда-то я запущу какой-нибудь глобальный марафон. Но это еще все впереди. Потому что я не изучала, не углублялась в тему расхламления. Минимализм я не рассматриваю. Потому что с моим, как сказать, видением житья-бытия, так сказать, в минимализме для меня это вот не то, что у меня одна вилка, одна ложка и все. Для меня это не подходит. Мы с Сережей выращены в таких условиях, когда все было про запас. И сейчас мы с Сережей стараемся от этого уходить, но уходить в меру. Чтобы у нас не была одна ложка, одна вилка, один нож на всех. Или там на каждого члена семьи и все. И приход гостей мы не рассматриваем. Что вот у нас лишних приборов нет, не приходите к нам в гости. Мы такое, конечно, не рассматриваем. У нас всегда есть отдельно ложки, вилки для гостей. Какие-то дополнительные приборы, запасные тарелки для фуршета, для какого-то праздника. Прям совсем минимализм мы, конечно, не рассматриваем. Напишите в комментариях, как часто вы расхламляетесь, или, возможно, я вас смотивировала на первое расхламление. Я буду этому очень рада. А на этом я буду с вами прощаться. Ну что, дорогие друзья, а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, пишите свои комментарии. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ссылочки на мои социальные сети всегда есть в описании. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok